Винц С всеми правдами и неправдами Собрать всю коллекцию феечек из киндера И... Мне опять Блум не попалась К слову, ее я в итоге спитила Не одни мы распределяли, кто же будет Блум А какой неудачнице достанется Лизбуха Текна А потом бегали и орали эти всратые Конвергенция, солнце, солярий и прочую хуйню Из-за которой воспитатели смотрели на нас, как на шизоидов Были же времена И как раз когда-то в самом начале восхождения этого культа Мне явилась самая главная анальная боль моей детской жизни Эвер И имя ей было Винкс Клуб Все дело в том, что в то время мы еще даже не знали Что такое пиратство и что есть официальные версии игр И мне в руки попала копия с моего любимого китайского рынка Которой не работало ни одно сохранение Да-да, кто понял, тот поймет Вот эти сраные голубые кристаллики Ни один из них просто не выполнял свою прямую функцию Они просто этого не делали А теперь вспомните Вот этот момент Вот этот момент Вот этот момент И еще до ебни матери моментов, в которых ты подыхал как пасян из третьего подъезда без похмела А когда это происходило Игра начинала Заново Но я прошла ее практически полностью Только вот узнала я об этом значительно позже Игра у меня вылетала на самом последнем босс-файте после победы И я страдала Страдала все это время Не зная, что я сделала Невозможное Не зная, что я молодец Но да не о том Вообще, я считаю, что мне за это надо медаль дать Вернее, даже не мне, а моей матери Но обо всем по порядку Под управление наша низкополигональная барышня Нам попадает после вступительного ролика Где наш подаватый кролик бежит в нашу сторону И жив целоред Мадам чай не пальцем деланная И не то от близкого родства Не то от ума большого Что-то довыкупает из этого А конкретно, что надо поднять свою задницу и идти Попутно трясем деревья Открываем сундучки и собираем звездочки Которые позже можно будет обменять на карточки За них нам выдают клюшки В сундучках же может Аки в лотбоксах Попасться еще и шмат говна с золотым клеймом Который здесь нарекли Семя дракона Оно просто прибавляет хп Попутно собираем камушки На которые потом можно будет купить Моднейшие луки у местной дизайнерессы Практического применения никакого Зато красиво Насколько могут быть красивыми еще штук пять полигонов Вот тут, кстати, это ебивое сохранение Которое вселяло в мое детское сердечко надежду А потом расхаривало ее на моих глазах Но донесу Идем дальше и встречаем первого моба К слову, они у меня, помню, вызывали жуткий диссонанс Ибо в моем сознании сидела мысль, что в мультике этих тварей не было А они были К слову, как же меня в детстве пугала эта музыка После этого файта Мадмуазель узнает Что, оказывается, умеет фаерболы ладошками кастовать Бежим дальше и начинается какая-то замашка на Принце Персии Когда мы падаем, причем звук такой Будто она себе лицо фарш прямо на наших глазах вымесила Но мы-то знаем с вами, что хуже уже не будет Дальше нам надо дать пащам еще нескольким красным ублюдосам И кто бы мне в детстве, когда я перепроходила в миллионный раз эту локацию Сказал, что их можно просто пробежать После этого нас ждет первый босс-файт С существом, подозрительно напоминающим дамочку, которая сидит у нас в бухгалтерии Звать эту шайтан машину Кнут К слову, по сюжету мультика Блун должна была только на этом моменте узнать о том, что она умеет делать колдунство Так вот Полумертвая мадам позивит камщицы Нам говорит, что у нас есть сила и реально хотеть Короче, теперь мы уже умеем делать штуки Все те же, только в крутом костюме с крылышками Ничего сложного в первом боссе удивительно нет Летаешь, собираешь манну, обруливаешь его атаки И во время каста ульты ставишь щит Сратые пикчи, потому что так надо, а видео для кастаны нет И мы в Алфее Ура, товарищи В детстве мне очень нравилось по ней гонять Ибо я с детства пацифист и файтинги мне не заводят Это мирная локация Но спустя годы я обратила внимание на бесконечные сука загрузки на этой мирной карте И мне поплохело Короче Ищем свою комнату, и это не сложно Ибо создатели даже NPC рядом с ней поставили для особо талантливых Идет касцена и знакомство с нашей Dream Team Затем мы, гуляя, наткнемся на пару бобищ с испытаниями для нас Типа, собери звездочки, пробеги карту И еще в одной будет жить дух Витя Ака, который научит нас играть во всратую версию однорукого бандита Эти искорки разбросаны просто везде Аж флешбечит во времена, когда тебе мама первый раз блестки доверила А в них потом только вся хата была И ты даже и свои задницы их вычищал Выпадают там по большей части всякие звездочки Опять же, но через них работают еще и местные побочные квесты Да, они тут есть Типа, найди мне то, найди мне ту и так далее Но я, что в детстве, что сейчас Не имею никакого желания их выполнять Так что забудем Наш каст говорит нам, что скоро будут баллы Там будут парни, короче, теперь у нас есть новый гемор Нужно платье За ним мы идем к вышеупомянутой швее Которой мы должны будем еще принести ножницы И вы справедливо можете заметить Мол, Блэки, она же шьет за эти кристаллики сраные Че это она без них это сделала? На что я вам отвечу Первая доза Бесплатна На, собственно, балу у нас будет сратая версия визуальной новеллы Где нам нужно подлизаться к пареньку А то вдруг, блин, что-то не то скажем Тогда он нахмурится и вы получите минус пять по морали в реальности Ибо не смогли уболтать даже низкополигонального мальчика Там от этого еще вроде концовка зависит Но мне что сейчас, что в детстве так посрать? Тем более, что в детстве это полотно текста для меня было непосиленным Так что я просто натыкивала наугад, скипаясь и действуя Не люблю блондинов Короче, после этого движа начинается реальная учеба Которая походит разве что на наши уроки труда у парней, где... Ну, откуда решь, палец нормально Ибо вас запуливают на экспедицию по болоту Где вы, если издохнете, всем будет насрать К слову, для меня всегда было под вопросом образования в местах типа Алфея и Хогвартса Ибо... Как ты после этого в пятерочке на кассе стоять-то будешь? Я просто не думаю, что у них там на рынке труда мест хватает Ну, донесу Сама бы я в жизни туда не пошла, если бы не сюжет игры и не установка от этого восхитительного мужчины Люблю эльфов Короче, локация жопораздирательная А я напомню, что сохранения у меня, сука, не работали Приходилось бегать, но я за матерью и вымаливать, чтобы она мне это все прошла Спасибо, мам, что была со мной в самые трудные моменты жизни Бьем лягушек, москитов, обжигаемся газовые пузыри, паркурим на тонущих платформах Практикуем БДСМ с растениями и нас ждет еще один боссфайт Прекращаемся с нашими подружаниями и бьем все вместе ему пятна Ничего особо сложного нет, тем более, что нам представлена впервые командная работа Ибо у каждой мадам есть своя ульта По сюжету, Трикс пиздит у Стелла кольцо, которое нам, естественно, нужно вернуть Поэтому, облачная башня Еще одно анальное бобо с кучей головоломок Эти лазеры еще вначале, мать их, сколько же раз я там подыхала Короче, проходим душные головоломки, находим комнату, в ней кучу мусора, в ней кольцо, портал открыт Через него мы попадаем в библиотеку, где нам по их пучке пытаются настучать книги Также мы благодаря какой-то книге узнаем, что Блум у нас оказывается голубых кровей За что на нас агрится местная директриса, которая спавнит еще кучу мубов Не было печали, как это называется Проходим раком до столовой, и там нас ждет очередной босс в виде огромной навозной кучи с глазами Вот лично я бы силой Блум ее вообще трогать не стала Ибо те, кто жил в деревне, знают, что их ждет, если вдруг случайным образом загорится компостная куча Но да ладно Начищаем этому нечту лицо, это еще проще, чем те двое вместе взятые Возвращаемся под покровом ночи в Алфею и звоним нашим, как выяснилось, приемным родителям с вопросом Какого хуя? В ночь мы, наверное, ревем, а утром свежие как огурчики и идем на очередную б-свиданку Скип Узнаем, что в месте обучения этих товарищей Кстати, мне всегда этот бедок Ривен нравился, люблю абьюзивные отношения Он, к слову, по сюжету мультика переметнулся на сторону ведьм в этот момент Так вот У них там в красном фонтане будет типа сборка анимешников или что-то типа Короче, надо сходить по отвесону Там мы проходим сраный лабиринт, но это еще нормально Успокаиваем беснующегося дракона, затем опять принц Персии И начинается то, что вселяло самый настоящий страх в моем детском сердце Стелс Надо по общаге пробежать, короче, чтоб тебя не заметила охрана И как же меня, мать вашу, это пугало Хотя даже если вас словят, то нифига не будет Вас просто телепортнут обратно в комнату Но я-то думала, что это равно смерть А умереть в игре равно умереть в жизни, потому что я рот Бал, это все с самого начала осиливать Короче, проходила это тоже моя мать Под мои завывания После стелсуровня видим какую-то прошмарковку Которая на нашего мужика глаз положила Непорядок Бьем ей ябочку К слову, анимацию боя ей запихали точно такую же, как и у нас Вот это я понимаю, вот это, конечно, деталь После боя начинается катсцена с Санта-Барбарой, которой я рот шагал Брэндон не Брэндон Аскай, Аскай это принц И у принца есть подруга детства Вот это мадам, да, и он ее типа жених Короче, насрать Ревем и уезжаем домой А там, короче, наши родители уже повязали эти грёмные триксы И надо чё-то это Теперь, в общем, файт с этими двумя Ну мы вроде и победили, а вроде и нет Короче, шестерки никчемные А главное у нас, типа, силу отбирают И вот на этом моменте начинается самое тяжелое мое воспоминание Все дело в том, что мы отправляемся на родную планету Блум А силы-то у нас нет А что делать? Короче, файт отныне будет идти посредством метания снежков Не спрашивайте И да, вы правильно догадываетесь Это дерьмо за меня тоже проходила моя мать Отстаньте, мне было страшно А мне и с кастом фаерболом было страшно А тут снежки, они еще заканчиваются В общем, насколько вы поняли Довести меня в детстве до истерики было достаточно просто И я была тем еще с иклом Короче, там, типа, лабиринт ледяной был И там еще сосульки в гарпе Надо было пинать Не важно Падаем в щель и встречаем лицо Это страж Он нам рассказывает, что там с родителями Что с планетой стало Короче, неинтересно И он начинает нам свои загадки дебильные травить И если нажмешь на кнопку с неправильным ответом Тебя 220 шабанет Вот такие дела Освобождаем неупокойные души Проходим в комнату с плитами Открываем дверь скейрима И находим внезапно дух сестры Бум И, наконец-то, сколько возвращаем свои силы Ура! Далее еще один босс-файт С каким-то снежным абрыгосом Он мне казался сложным Но, возможно, это было просто из-за подливы Уже стекающей по штане Не изношенной нервы из всей локации в целом Но по факту он такой же несложный Возвращаемся в школу Она уже разъебана Вот так вот Получились Наш бэнд во главе с директрисой Говорит, что надо в облачную башню И мы снова, сука, туда возвращаемся Там мы встречаем до жопы Минотавров Наверное Кстати, мне в детстве было страшно Ходить мимо этого здоровенного чувака Ибо я думала, что одно неверное движение Поднимется и дерет меня, как сидорову козу Там же попутно раскаивается Ривен Но да насрать Находим за решеткой директрису облачной башни И... господи, да перешевни ты этот Муфляцкий ремент дизайна И просто... выйди... Ладно Пляшем дальше Проходим головоломку Находим шар Освобождаем ее Нас наеживают костром Дальше Свиданка в лесу Очередная экосцена И... финальный босс-файт Тот самый Да Про который я сказала в самом начале Сражаемся с Айси Которая является самым сложным боссом Юзуя новую ульту дракончика И... занавес Идет финальная катсцена Завязанная на ваших выборах В диалогах со Скайем И вы там... Ну... В концовке засосаться можете Можете обняться Пахи... Короче От этой игры у меня в итоге осталось Так много воспоминаний Окропленных слезами Кто бы знал Но тем не менее Игра сама по себе Так-то вполне терпимая Под холодный вечерок С чашкой какао И ностальгии зайдет Такие дела Ставьте лайки За мои страдания И подписывайтесь Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok